Я думаю, что это вот этот вот ядовитый самый паук. Паук, похожий на каракурта, появился у Елены Писаренко две недели назад. Непривычного членица Тоногова она поймала в доме на холодильнике. Чтобы до выяснения подробностей новый питомец не подох, подкармливала его мухами и муравьями. Ну да, весь интернет об этом говорит. Как бы я их смотрела в интернете, на него и все смотрю, просто что похож. Вот как бы думаю, ну закрой, чтобы муж посмотрел на него. Ну как бы и сказал вообще, это паук или не этот. Как бы и муж тоже даже удивился, говорит, ну что-то какой-то он не такой. Каракурт или черная вдова – самый ядовитый паук в России. Его укус вызывает тяжелую интоксикацию, удушье, судороги. На человека первым не нападает, только защищается. Предпочитает жаркий климат. С изменением погоды и связывают всплеск активности этого вида в Поволжье. От укуса ядовитого паука пациента третьи сутки лечат в первой городской больнице города Энгельса. Мужчина поступил из тела Терновка Энгельского района с симптомами, похожими на укус Каракурта. Своего обидчика пострадавший привез с собой, поэтому сейчас специалисты выясняют, что это за паукообразное. Состояние самого пациента сейчас удовлетворительное. Он уже переведен из реанимации, но вот общаться с журналистами отказался. Укус был в области шеи, как бы и он заметил необычное животное. Он его тут же почувствовал с симптомом, посадил в баночку и очень оперативно приехал к самообращению в приемное отделение. Нет, я понимал все, в сознании был, но не мог двигать ни ногами, ни руками. То есть сильные спазмы, паралич мышц. О знакомстве с Каракуртом Денис Рябихин вспоминает с содроганием. Черная вдова укусила его пять лет назад на Таманском полуострове. Из археологической экспедиции молодой человек попал в реанимацию. Уколо двух недель реанимации, потом положили в общую палату, а потом уже родители приехали, забрали меня на машине. Полгода после этого мне еще делали прививки, уколы, потому что очень сильно пострадала печень, после этого интоксикация сильная была. Похоже, что действительно самец. Подозрительного паука Елены мы отвезли на биологический факультет классического университета. Заключение ученых однозначное. Это самец Каракурта из рода черных вдов. Членистоногой заливают спиртом. Действительно такая достоверная находка, которая развеет слух о том, что есть или нет вид у нас в области конкретной, где он встречается. А это самка, та, что укусила мужчину в Терновке. Парочка встретилась под одним микроскопом. Теперь пополнит коллекцию музея биологического факультета. Ну а жителям области ученые советуют быть осторожными. Присутствие Каракуртов в центре губернии теперь подтверждено официально. Ксения Беркалова, Александр Кравченко, Новости, Телеобъектив.